Здарова всем! В этом видео я собрал самые лучшие по соотношению цена-качество клавиатуры до 4000 рублей. Выводы я сделал по видеообзорам и отзывам других пользователей. Так что клавиатуры проверены и если есть минусы, то я обязательно о них скажу. А вы уже делаете выводы, покупать вам или нет. Все клавиатуры будут механические и с ними вы точно будете всех нагибать в онлайн играх. Хотя если ты ноб, то это тебе вряд ли поможет, но в любом случае обзавестись механической клавиатурой стоит. И чтобы вам не рыться на Алиэкспресс, я отобрал самые лучшие за свою цену. Да, в этом видео не будет многих хороших клавиатур, но я планирую сделать вторую часть. Приятного просмотра! Ну а первая клавиатура у нас GK705. Клавиатура на свечах Kylebox. На выбор нам дается белые, коричневые и красные свечи. Которые, кстати, можно заменить. Они трехпиновые, если что. Также кейкапы тут OBS Double Shot. Выполнены довольно-таки качественно. Данная клавиатура имеет съемный uppercase, что позволяет сделать из нее скелетон. А еще она водонепроницаемая и имеет блокировку кнопки Win. Также она имеет подсветку. Правда, только белую, но зато есть несколько режимов. Разумеется, тут не обошлось и без минусов. Как и у всех бюджетных механических клавиатур этой ценовой категории, на ней стоят череподобные стабилизаторы, которые дребезжат. Но для некоторых пользователей это не является проблемой. Потому что они знают, как ее решить. Ну а если вы ищите такую же клавиатуру, как Hex Gears GK705, только без нампада, то вы можете прикупить себе Hex Gears GK707. Это практически та же самая клавиатура, но только формы TenKail, то есть без нампада. Ну а следующая клавиатура в нашем топе это Rantopad MXX. У нее есть две версии. Первая версия просто с белой подсветкой, а вторая с RGB. Данная клавиатура типа TenKail. Как видите, у нее отсутствует нампад. И конструкция у нее скелетон. И продавец дает нам выбор между свечами Cherry MX Blue и черными, синими и красными гетеронами. Как заявляет производитель, они должны выдержать 50 миллионов нажатий. Но не обошлось и без минусов. Тут все такие же череподобные стабилизаторы, которые дребезжат. Впрочем, это распространенная проблема для бюджетных механических клавиатур. От себя добавлю, что мне нравится дизайн этой клавиатуры. Верхняя часть напоминает чем-то металл. Она глянцевая и такая текстурированная. А еще продавец позволяет нам сделать выбор между пяти цветами. Черный, белый, синий, серый и красный. Ну а следующая клавиатура в нашем топе James Dunkey 619. Она имеет оранжевую подсветку. И выглядит довольно стильно и интересно. Если что, эти желтые накладки можно снять. Это фулл сайз, то есть у нее есть нампад. Она продается как в черном, так и в белом цвете. Свечи у нее от Getteron. Вы можете выбирать между синим и черным. Остальных нет в наличии. Также она, как и все клавиатуры в этом топе, имеет АБС, даблшотки и капы. И еще она имеет управление подсветкой. И также есть мультимедийные клавиши. Из минусов хочется также отметить, как и остальных, это гремящие стабилизаторы. Если для вас это проблема, то не покупайте ее. Ну вот наш топ и подошел к концу. Да, в нем не было многих хороших клавиатур до 4000 рублей. Но если под этим видео наберется какая-никакая активность, то я выпущу вторую часть. Но на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.